Часто люди не понимают, что такое плохой период жизни. Часто они очень сильно садятся в ситуацию. То есть, если вы чувствуете, что что-то сильно вам мешало жить, кто-то плохо делает для вас, что-то плохое происходит в вашей жизни, вы сильно как бы раздражены этой ситуацией, этим человеком и так далее, то это означает только одну вещь, запомните, только одну вещь. У вас начался плохой период жизни. Все. Никакой человек не виноват, никакая ситуация не виновата. Попытайтесь это отвлечься от этой мысли. Потому что если вы будете думать, что кто-то виноват, какая-то ситуация, какой-то человек, то вы никогда не поможете себе в жизни. Никогда. Запомните, в этом мире есть только одна сила, которая все рушит. Это время. И она действует всегда через людей. Всегда. Поэтому никогда не зацикливайтесь на человеке. Допустим, человек вас глушит, там, несправедливость жуткая, там, не могу вытерпеть, как она себя ведет. Это просто делает время. И потом, понимаете, если вы сдаетесь, так приходит смерть. Вот, допустим, вы сдались, говорит, не могу вытерпеть, все. Не нужна мне такая жена, допустим. Все, вы поставили точку. Значит, вы разрушили свою семью. Вот, если вы сказали, что я все равно вытерпел, мне нужны силы. Там, побегал, помолился, несмотря на несправедливость. То есть, силы набрался, значит, вы побеждаете время. Точно так же будет в момент смерти, понимаете. То есть, смерть в основном человеку приходит в результате циклического влияния времени. Не в результате того, что она должна прийти по судьбе. Чаще всего люди уходят из жизни раньше положенного, потому что они не согласны. Такой тяжелый период так тяжело шибануло, что человек растерялся, понимаете. А потом врачи еще помогли. Да, говорит, тебе не надо ни ходить, ни гулять, ни дышать, ни смотреть, ни солнца, ни воздуха. Сиди и дыши в трубочку. Все, значит, помогли признать свое поражение перед жизнью. Вот в этом очень надо, важнее всего разобраться именно в этом вопросе. Потому что не проблема помогать близкому человеку, если у тебя все нормально внутри. Если ты все принял, если ты успокоился, если ты в молитве пришел в себя. А единственная вещь, которая мешает это сделать, это несправедливость. Вот запомните, несправедливость заложена в самой основе этого мира. Но это не является несправедливостью. Это всего лишь испытание. Но мы его всегда воспринимаем именно как несправедливость. Это всего лишь испытание, понимаете. Но мы воспринимаем как несправедливость. Вот в этом проблема. И мы все равно будем это воспринимать как несправедливость. Но надо себя диагностировать в этот момент, когда вы почувствовали, что это так. Диагностировать себя. И тогда вы победите судьбу. Не сдавайтесь с этим ощущением несправедливости, не входите в депрессию, не думайте, что у вас ничего не получится. Это неправильное мышление. Правильное мышление – это понять, что это влияет время и всегда и везде. Я должна принять это и побеждать. Для приятия человек не должен что-то особенное делать. Все самое лучшее придумано природой, оно самое простое. Самый простой способ получать силы – это просто бег. Не ходьба с скандинавскими палками, не скейтборды или велосипеды или роликовые коньки. Нет, только просто естественное природное движение, которое называется бег. Понимаете? Оно самое лучшее. Оно лучше всего вводит человек в это состояние контакта с природой, расслабляет его внутри и он лучше всего восстанавливается. Это легкое такое плавное движение, которое приводит к здоровью человека. Понимаете? Когда человек бежит, он должен бежать очень спокойно, не заставлять себя, не вымучивать. Тут выберите тот ритм, который вам нравится. Может быть, он медленнее, чем ходьба будет даже. Когда сегодня бегал один пожилой человек, может быть, возраст там 70 лет, он бежал медленнее, чем люди ходят, но он бежал. И это правильное решение было. И он победит судьбу, несомненно, если он так делал. Понимаете, когда человек бежит, у него увеличивается волевая сила. Во время бега, это бег, на грубом плане мы просто переставляем ноги. А на психическом плане в это время мы совершаем волевое усилие по отношению к времени. Понимаете? И мы его отодвигаем от себя. Потому что, когда человек бежит, он копит силу воли в себе, как конденсатор копит электроэнергию. Точно так же человек силу воли копит, когда он не двигается. Точно так же. Просто это разные силы воли. Когда человек не двигается, он может события взять и отодвинуть от себя вот так. Или дать ему блок, не давать ему развиваться. Он не двигается человеком. Когда человек бежит, он пробивает события. Он его, как бы, сжигает. Иногда ты не можешь пробить, потому что оно в тебя зашло. Для того, чтобы, когда в тебя событие зашло, ты чувствуешь несправедливость и все, теряешь себя. Чтобы этого не было, нужно сначала статико-эстетическими упражнениями отодвинуть от себя события. А потом уже дальше бегом пробивать его, сжигать. Ну, без молитвы, конечно, не обойдешься. Но я просто говорю, что аскезы помогают жить человеку сильно. Особенно на природе. Вот человек же не просто события отодвигает, он наполняется силами необходимыми для того, чтобы это сделать. Эти силы идут от солнца, от воздуха. Вот, понимаете, от воды, от земли. Каждой своей силой. И все, что вам нужно, природа вам сама даст. Вам не надо об этом думать. Ну, то есть, когда человек начинает с природы контактировать, он набирается сил для того, чтобы побеждать судьбу. И, допустим, в этих старых сказках вы видели, что всегда люди, когда им плохо, они выходили на природу всегда. На солнце смотрели. На воду. Но они относились к ним очень возвышенно. К солнцу, к воде. Не так, как мы сейчас. Они и так, как к стихиям относились. Они относились огромной любовью. Там, ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь, стая туч, всюду веешь на простор. Ну, то есть, очень глубокое такое отношение к стихиям давало огромные силы людям. Потому что, чем больше любви мы испытываем к всему, что нас окружает, тем больше сил. Вот, допустим, вы удивляетесь, что я вот точно там что-то говорю. Это достаточно просто вас любить, и из вас самих эта точность выходит. Мне даже не надо там напрягаться, пытаться что-то понять. Я просто по-доброму к вам отношусь, и все становится понятно самого человеку. Не надо ничего там выдумывать. Все становится явно и понятно. Вы можете сделать то же самое. Вот, допустим, я сказал, что женщина крайне истощена, у нее разрушена вера, она приняла решение уходить. Это просто диагноз. Это не то, что вот все теперь так и будет. Это ее психическое состояние. И это состояние судьбы. Это не ее состояние, это состояние вашей судьбы. То есть, это значит, что у вас такой характер безудержный, что в жизни можете доходить до такой точки, из которой потом очень трудно возвращаться. То есть, это в целом диагноз характера. И не только конкретного человека. Это может быть даже, допустим, в езде на машине происходить. Там скорость такую сделать, что вообще можно убиться. И так далее. Просто надо свой характер изучить и смотреть, где грань. То есть, вы за гранью всегда действуете. За гранью. Это нехорошо. Это неправильно уже. Вот и в этой ситуации то же самое произошло. Итак, самое главное, что вы должны сделать, это понять, что на вас действует время. А не какой-то человек, не какое-то событие. Просто время. Это означает, что это скоро кончится с точки зрения времени. Оно начало действовать, значит когда-то закончится. Все. Это надо понять. И тогда сразу вам становится легче. То есть, вы понимаете, что это не всю жизнь. Это началось и это закончится. Все. Если вы это поняли, так же человек перестает такую роль зловещую играть в жизни. Человек перестает такую роль зловещую играть. И это значит, что можно принять то, что с ним происходит. Потому что, вот смотрите, когда мы видим, что несправедливо человек поступает. Допустим, несправедливость идет от человека. Это всего лишь где-то 20-30 процентов от истины. Допустим, если взять вот с мужчиной ситуацию. Там начальник поступил несправедливо. Ну, неправильное как бы решение начал принимать. А причина заключается в том, что там нужно было очень решительно действовать. Были события крайне опасные для компании. И он как бы начиная решительно действовать, он начал пригибать палку. И в отношениях с сотрудниками, и в отношениях с событиями тоже. Он просто как бы рубил там, металл все. Но причина это опасность. То есть, если допустим понять, почему человек так себя ведет. То тогда легче уже понять справедливость это или несправедливость. Просто неизвестно, как я бы вообще в этой ситуации поступил, что бы я делал. Когда критическая ситуация, как кризис какой-то идет, то все люди ведут себя непонятно как. То есть, они могут делать ошибки, глупости. И вот когда ты как бы спокойно пытаешься относиться ко всему, помолился, пытался принять человека, успокоиться. Тогда в этом случае легче понять, что делать. Например, классический пример. Ребенок получил двойку там или как там какие-то сейчас системы оценки. Я не знаю, у меня была пятибалльная. Двойка значит плохо. Единица значит совсем уже никуда не годится. Ну и вот ребенок получил двойку, допустим, по пятибалльной системе. Ну хорошо, там вы расстроились, сказали ему какие-то слова, поругались на него. Это все означает, что вы не выдержали влияние судьбы. Потому что не ребенок получил двойку, а как я уже сказал, действует на вас время. И оно через ребенка повлияло на вашу жизнь. Ну пусть он двойку получил, допустим, не один раз, а несколько раз по предмету, допустим. Пусть в это влияние сильно. Вот вы уже не знаете, что вам делать с этим совсем. Самое лучшее ничего не делать. Нужно бегать и молиться. То есть начать контактировать с природой, начать контактировать с Богом. То есть начать что-то делать в этом направлении, чтобы вам успокоиться. Успокоиться, потому что я уже утверждение сделал, что никогда в конфликте ничего не решается. Это просто уступка судьбе. Это разрушительная вещь. Нажим на кого-то, строгий жест какой-то, попытка наказать жестко. Поставить на место человека. Так военные действия любые, даже с ребенком никогда не приводят к хорошему результату. Потому что в этих действиях разрушается разум человека. Пусть даже маленького. А когда нет разума, человек не может принимать правильные решения, вести себя адекватно и хорошо. Все. То есть диагноз поставлен. Ничего не сделаешь. Ситуация не хорошая. То есть отодвинулись от ребенка, помолились, пришли в себя, успокоились. И когда вы приняли ребенка, вместе с двойками его приняли, это значит, что вы приняли свою судьбу. Дальше вы берете просто, садитесь рядом с ним. И по-доброму с ним, как бы, начинайте разговор. Я хочу понять настоящую причину. Я считаю, что ты как бы шалун там или не хочешь учиться. Я считаю, это не настоящая причина. Я хочу в настоящую понять причину. Вот как ты сам понимаешь, почему у тебя плохая отметка? В чем причина? И он может сразу не ответить, потому что он же ребенок, он может и не знает. Вы скажете ему, ну подумай, пожалуйста, пытайся понять, вот почему. И он подумает, или сразу он скажет, допустим, что я не люблю эту учительницу. Она плохая, и поэтому я не хочу учить ее уроки. Потому что она плохо как бы себя ведет там, или грубит там, или еще что-то. Или он скажет, у меня вот этот предмет не получается. Я его учу, 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 а у меня не учится ничего. И это будет тоже очень сильная причина. Или он скажет, что вот в последнее время мне что-то тяжело учиться. Я вот учу, садюсь, сажусь учиться, а не могу. Понимаете, вот элемент демонизма в ребенке, то есть вот это отрицательный герой. Вот когда он двойку поставил, это мой опыт, ему двойку поставили. Он отрицательный герой, то, что вы увидели, да, и вы его за это ругаете. Это где-то 20% от истины. А 80% это то, что я перечислил. Это плохой период, плохая учительница, некомфортно учиться. Еще есть причина, это когда родители развлекаются очень сильно, активно дома. Отец смотрит футбол там, жена там по телефону ля-ля-ля-ля, а ему в это время надо совершать аскезу. То есть ему нужно учиться, понимаете. Вот представьте, вы утром встаете, все спят, вы можете молиться? Ну, кто-то может, если есть силы. Но эти силы надо вырабатывать. Первый раз человек, допустим, рано встал, после лекции послушал, все спят. Ему надо что-то делать, там, зарядки, там, молитва. Все спят, и он так его рубит просто. Он чувствует, что он не может победить эту атмосферу. Понимаете, волевая энергия в доме, ну, в семье всегда, она имеет общую природу. Для того, чтобы тебе быть активным, тебе надо сначала переварить всех, кто вокруг. Понимаете, то есть стать сильнее ситуации нужно сначала. Но чтобы переваривать всех вокруг, нужно иметь разум. Именно разум это такая сила, которая имеет волю, решимость, знания, убежденность, вдохновение. Это разум, это энергия разума, понимаете. Вера в старших, как вы сказали, я пойду работать, все это называется вера в старших. Понимаете, это признак сильного разума. Но у детей, вот у детей нет сильного разума. У них вообще нет силы, у них есть только чувствительность в разуме. Они только чувствуют истину, но как правильно сделать им очень трудно. Потому что они не развились еще как личности. Понимаете, если обстановка в доме плохая, ребенок не может просто учиться, потому что у него нет силы на это. Это тоже причина. Видите, куча причин, почему он двойку получил. Теперь, как вы эти причины можете распознать, вот как вы можете распознать, если вы успокоитесь по отношению к нему. Если вы примете его поступок, его отметку, вы примете. И тогда, успокоившись дальше, вы начинаете понимать, что происходит. То же самое вот здесь, в этой ситуации. Жена вообще просто жесть, она отвергает мои подарки, она не любит, то есть ведет себя жестоко. Вот. Мало того, эксплуатирует меня нечестным образом. Она говорит, давай оплачивай мне квартиру там, а я, а думает тайком, что я буду уходить. Но это вообще, как бы, это же подлое, подлое такое поведение, так вот себя вести. Это внешняя вещь, внешнее понимание вещей. А есть еще внутреннее понимание. Что, если взять на нее, посмотреть изнутри, можно увидеть, что она в жутком отчаянии находится. Она потеряла веру в отношения. Она не знает, что ей делать. Она... Это говорит, потому что, раз ты, как бы, мой близкий человек, помоги хотя бы мне от тебя уйти. Если ты не можешь мне больше ничего помочь. Другое. Может, она даже такие слова и говорила. Кивает головой. Я просто вижу ее состояние. И понимаете, это состояние означает просто объем работы. Это не значит, что она отрицательный герой. Или это демоническая личность, понимаете, как говорят. Ну, то есть, она просто... Это ее состояние, ее ситуация привела ее к такому поведению. И то есть, где-то 15% ее вот неправильной глупости, неправильное решение. И 85% это того, что произошло. И если так понимать, так ничего винить такового-то. Вот, допустим, ну, если человеку очень тяжело, боль сильная у человека внутри, да, и он больной лежит, допустим, начинает кричать, орать там, рвать на себя бинты. Я хочу себя убить. То есть, я вспомнил отрывок из фильма такого послевоенного, когда, ну, мужчина, его, он узнал, он весь перебинтован, узнал, что его жена бросила, короче. И он начал на себе бинты рвать, короче, там, все, я хочу умереть, не хочу жить. Вот, ну, как бы она, он узнал, что она нашла другого. Письмо получили такое знакомое. И в это время медсестра, девушка, она тоже, как бы, отправила своего парня на войну. Вот, а за ней ухаживал ее друг. И она начала поддаваться, под влияние его, начала входить. И она увидела ситуацию, что вот, я так разрушаю жизнь человека таким образом. И приняла решение ждать, ждать близкого человека. Ну, то есть, видите, как бы, когда человеку больно, плохо, он может все, что угодно с собой сделать. То есть, он делает глупости, он сам не понимает, чего он вытворяет, разрушает просто свою жизнь. Это просто такая ситуация. И мы все так себя ведем в жизни, часто мы так себя ведем. Каждый из нас может войти в такое состояние разрушительное. И когда близкие люди видят это состояние, они тоже становятся неадекватом. Но если близкими людьми являетесь вы, кто сидит на лекции, то после того, как вы стали неадекватом, когда вы выходите из ситуации, вы должны вспомнить мои слова «Виноват не человек, виновата время». Это будет пусковым механизмом для того, чтобы его перевоспитывать. Вот вы вспомнили, что виновата время, а не человек. Значит, а хотя вот кажется, что человек виноват. С этого момента вы начинаете бегать и молиться. То есть, вы начинаете брать силы природы, начинаете ходить в храм, читать молитву, пытаясь заслужение какое-то в духовной среде делать, чтобы отвлечься от ситуации и сконтактировать с Богом. И в этот момент, успокоившись, успокаиваясь, вам надо сделать следующий шаг. Вы должны, успокаиваясь потом, дальше, начать по-доброму относиться, учиться по-доброму относиться к человеку. То есть, принять его к таким, как он есть, принять. И если вы его примете, то там будет всего три деления в этом во всем хозяйстве, которые вы примете в виде своего близкого человека, будет три вещи всего. Первая вещь – это ваша судьба, которую надо распознать, что он вот так себя по отношению к вам ведет, как он ведет себя. Это просто ваша судьба, потому что вы сами так себя вели по отношению к кому-то когда-то. Если вы это распознаете, супер вам легче станет. Вторая часть – супер несправедливая в человеке – это невежество, отсутствие знания, как правильно жить. Это супер несправедливая часть. Кажется, блин, ну ты послушай лекции там, ну все же говорится, как правильно. Ну ты что вообще, ну ты что вытворяешь? Ну какая-то жесть вообще. Ну нельзя так себя вести. Но эту супер несправедливую часть вы, пожалуйста, тоже примите, потому что вы сами такими же были. Если бы вы ничего не изучали, вы бы не были такими разумными и знающими. Понимаете, вот ваши близкие люди сейчас находятся в той позиции, в которой были чуть раньше. И это же не ваша заслуга, что вы теперь все знаете. Правда ведь? Так что гордиться тогда этим? Ну вот ваши близкие люди, допустим, не знают, не понимают, как жить правильно. Ну и не гордитесь, что вы понимаете. Повезло вам, получили знания. Не гордитесь. Дайте им возможность жить, как они могут. То есть человек приходит к знанию постепенно в результате нашей любви. Если бы я, допустим, сейчас гордился собой, как бы вы изучили? Это бы никаких шансов не было. Вот. То есть третья составляющая – это человек. Моя судьба. Первая составляющая – отсутствие знания в человеке. Вторая составляющая – моих трудностей. И третья составляющая – это человек. Но вот эта третья составляющая – она настолько беззлобная, настолько простая. На нее никто вообще никогда не обижается, не сердится. Ну, допустим, человек по природе чувствительный. Вот он не может, допустим, терпеть такого тона. И что? Это плохо? Это нормально? Допустим, это касается любой почти женщины. Она очень чувствительная по природе, не может грубого тона просто терпеть. Ну, и что теперь делать? Это природа. Ничего не сделаешь. Или, допустим, если говорить про мужчин, то, допустим, взять природу мужскую, то в отношениях мужчина очень глупый. Ему тяжело понять, как правильно. Вот у него нет, как бы, возможности. И что теперь делать? Ну, тогда живите с женщинами, как в Европе делают. Они не глупые в отношениях. Вы же хотите с мужчиной, правда, жить? Ну, тогда, значит, примите природу. Вот женщина чувствительная, надо принять нежность в ней себя вести, аккуратно. А мужчина просто, он глубоких вещей, вот, отношений самих. Он, мужчина, он понимает очень много с точки зрения самой жизни. То есть, он знает, куда идти в жизни. Он чувствует, как правильно делать, там, философию жизни знает хорошо, допустим. Как побеждать судьбу, он знает. Но как с вами лично себя вести, правильно, он не знает. И его трудно это узнать, потому что он не женщина. С точки зрения деликатности, правил отношений, поведения в обществе, допустим, или с вами лично. У мужчины нет такого знания. И даже образование, способность образовываться у мужчины гораздо слабее, чем у женщины. Но, допустим, вы, женщины, вот, сейчас все очень сильно всасываете, все, что я говорю. Как, просто, как губка, так, жжик, и у вас все входит. А мужчина, ему еще надо понять, что за фрукт сначала. Вот, допустим, мужчина приходит, кто первый раз мужчины пришли на мою лекцию? Первый раз, вы никогда не слушали лекцию, просто первый раз пришли на лекцию. Есть мужчины такие здесь? Видите, даже нет. А? И кто? Вы, да? Видите, сел на задний ряд, ищу там дальше, чтобы вообще не было видно. И чем человек занимается в это время? Он думает, дурак не дурак, дурак не дурак. Ну, то есть, он оценивает, то есть, пытается понять, что за фрукт. И это долго длится, понимаете? Потому что мужчина не может доверить человеку, если он до конца не убедился, что все нормально. Почему так устроена психика? Потому что мужчина, он, как бы, оценивает личность не с позиции сердца, как эта женщина делает. У него сердце не так чувствительно. Он оценивает с позиции того, что человек говорит, как он себя ведет, он сканирует все, изучает, еще в интернете там посмотрит все сплетни. Вот. Ну, то есть, мужчине очень трудно с сердцем понять. Женщины пришли, кто первый раз? Женщина пришли на лекцию. Первый раз вообще никогда не слушали мои лекции. Вот девушка, да, например, на первом ряду. Она уже записывает то, что я говорю. Первый раз пришла, уже смотрит мне в глаза, уже верит, записывает. Все, 20 минут контакта, и она уже все. Это мое. Все уже чувствует. А? Да? Да, видите, вот все моментально. Так женское сердце устроено. Видите, какая колоссальная разница между мужчинами и женщинами. Колоссальная разница просто. Понимаете? И это тоже надо понять. Допустим, надо понять, как мужчины устроены. И до них туго доходит все. Вот у меня жена долго понимала, что я не специально это делаю. Она меня, как бы, несколько раз, ты что, точно не специально вот это делаю? Я говорю, да. Она сначала думала, что я, как бы, с ней разыгрываю ее. А потом, когда она поняла, что я точно не специально вот так делаю, она стала по-доброму, по-простому ко мне относиться. Например, когда я кушаю, я часто ляпаю на одежду. Она очень сильно огорчалась по поводу этого всегда. Потом она поняла, что это я, как бы, не специально делаю. Она там всякие приспособления делает, там, подвигайся ближе к столу, там, всякие манишки там мне одевает, все, как бы, чтобы защитить одежду во время еды. И все, как бы, и нормально. Смешно? Но вот это жизнь женщины, это жизнь, а что делать? И я, вот, я, как бы, все понимаю, но я ничего не могу с этим сделать, потому что я не могу гарантировать, что я не ляпну на одежду во время еды. Нет гарантии каких-то. И так у мужчин во многом, вот, многие вот эти вещи, как бы, какие-то сложности есть. Допустим, как он идет с тобой, допустим, куда-нибудь, да? Вот он идет с тобой, как он себя ведет, о чем говорит там. Ну, очень часто неприятные вещи. То есть, женщину, господи, ну, как вообще это можно так себя вести ужасно? Просто такой человек серьезный так себя ведет вообще. Понимаете? Потому что мужчина, вот он в отношениях, как бы, здравствуй, дерево. Так устроена психика просто. Женщины, они очень хорошо ориентируются в отношениях. Мужчины плох, но мужчина зато психика ориентирована на вперед, на победу, там, на понимание, как, куда, зачем. Если, допустим, боевые действия, мужчина знает, что делать. Он быстро реагирует, там, раз, 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 семью забрал, уехал. Или еще что-то произошло, там, сложная какая-то ситуация. Женщину парализует, она не знает, что ей делать. У нее волевой фактор сразу теряется. Мужчина жик-жик-жик все разрулил моментально. Она даже глазом не успела заметить. Ну, то есть, это вот так работает мужская природа. Она ориентирована на экстремальные ситуации. То есть, она хорошо ориентируется в экстремальных ситуациях. Смотрите, женская природа хорошо ориентируется в том, что известно. Вот женщина все, что известно, она все изучает, записывает. И потом там, как рыба в воде. У нее систематизация идет, информация быстрая. Вот все, что понятно, она все в этой зоне, так, в сфере чик-чик-чик, все по полкам разложила, систематизировала, все поняла. Вот так, вот так, вот так. И все. Именно так будет всегда делать по этой схеме. Выходить за схему она не будет. Мужчина никогда схем не рисует в жизни. Он хочет понять принцип, как работает система. Вот, поэтому и что за фрукт. То есть, мужчина принцип понимает. То есть, что за фрукт такой. Дурак не дурак, дурак не дурак. Вот. Женщина, когда слушает, она. Правда, неправда, правда, неправда. Правда, правда, правда. Вот. Мужчина дурак не дурак, дурак. То есть, мужчина систему понимает, а женщина пытается почувствовать, это истинно или нет. Все. Женщина все записывает, пытается все понять. Она как бы запоминает то, что ей нужно. Но если женщину спросить, понравилась ли лекция или нет, она скажет, ой, это вообще-то очень понравилось. Допустим, женщина скажет. А мужчина скажет. Ну он правильные вещи говорит, я все это знаю как бы? Правильные вещи говорит. Все мы хорошо. Я согласен. Мужчина не говорит такое. Понравилось, не понравилось. Он не будет так рассуждать. Он говорит, я согласен. Не согласен. Правильные вещи говорит, я это все знаю. мужчина будет говорить. Или, допустим, когда женщина мужчину довела до какой-то истины, она своим поведением, лекции слушала, пыталась привести его к какой-то истине в жизни. Потом, когда к этой истине приходит, он говорит, да я всегда это знал и всегда так хотел жить и все, и к этому пришел, все нормально. Женщина, ну да, отлично. Знал, но забыл, да. Ну вот такие мы разные, примите это. И мужчине доказывать, что он не понимает, что-то это глупость. Мужчине надо объяснять, что ты же все сам это понимаешь, ну он скажет, ну да, я понимаю. А если мужчине сказать, что не понимаешь, значит это просто жесть. То есть он не примет ваши слова никогда. Если маленький ребенок рождается, мальчик. Вы смотрите на него, на его лицо, он мальчик маленький, да, грудной еще. И он уже сразу эксперт. Смотрим, он уже эксперт, понимаете. В чем он еще не знает. Но он уже эксперт, потому что он мужчина. Понимаете, деловой вид сразу уже. Вот. Так или нет? Да. А девочка, она сразу красивая, нежная, еще маленькая и уже улыбается такая, уже все, она уже в отношениях любви, уже маленький ребенок совсем. Видите, природа человека действует сразу. Ну и что вы хотите от человека? Если он такой родился, он такой и будет всю жизнь. Ничего не изменишь. Чтобы воспитывать близкого человека, нужно понять природу сначала человека. Как вы будете его воспитывать, если вы не поймете его природу, не понимаете, как он устроен? Чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки, да? Сделаны наши мальчишки. Ну, то есть, надо изучать это. Но если говорить о воспитании, то последовательность такая. Первая стадия. На нас влияет время. Время разрушает отношения. Если ты считаешь, что не время, тогда ты вообще ничего не изменишь. Когда человек считает, что близкий человек в чем-то виноват, это патовая ситуация все. То есть, это идет война бесконечная, то есть, обиды. Ничего вообще не изменить, потому что в этой состоянии войны. Никогда человек не может победить судьбу. Для того, чтобы ее победить, нужно принять сначала. А чтобы принять, надо сначала понять, что это действует судьба, энергия времени. Выйти из-под влияния обиды, злобы, хотя бы просто теоретически сначала, на уровне мышления. Я не договорил, что женщина действует в сфере того, что она изучила, инструкции. А мужчина, он не действует в сфере инструкции. Он принцип понимает и начинает лезть туда, где нет инструкции дальше. По этому принципу. То есть, он начинает действовать в зоне неизведанной, понимаете. Совершать ошибки там, делать глупости. Но он лучше систему понимает. То есть, женщина, она по инструкциям живет, ей система не нужна, ей надо знать точно, как, где себя вести, что делать. Все. Не нужны системы, изучать систему. А если мужчина начинает систему рассказывать, она говорит, слушай, ты скажи, что делать, что ты мне тут это разводишь. Вот. Ей не нужна вот эта система вся, ей нужно просто четко понимать, как действовать, в каких ситуациях. Так у нее устроена психика. Мужчине надо знать систему, что происходит, куда жена попала. И зачем. Систему понять глубже. Когда мужчина понимает, то он потом может ее использовать, это если система ему понравилась, он может ее использовать в разных экстремальных ситуациях, в которых женщина даже не пойдет туда. Видите, то есть, мужчина может действовать в сфере неизведанного. То есть, он может шире действовать, но женщина может лучше действовать в той сфере, в которой все понятно. Например, первый класс, первый урок, мальчики, девочки сидят. Начинается обучение. Девочки сразу любят преподавателя. Они раз слушают, сразу любят. Мальчики еще даже не врубаются, о чем вообще речь. Что там, какой преподавать, какой урок, они сидят, вообще не поняли, куда попали. Девочки начинают учиться. То есть, они быстро усваивают материал и отвечают, как преподаватель говорит. Они делают так, как он говорит и получают пятерки. Поэтому в первых классах одни пятерочники, одни девочки. Мальчики вообще не врубают, что происходит. То есть, они еще не в теме вообще. Потом приходит время, уже десятый класс, много мальчиков становится отличниками. А девочки там и хорошистки уже снижаются. Потому что, чем выше учеба, тем больше неизведанного в учебе. И надо какие-то решения принимать самостоятельно. А девочкам уже трудно становится. Мальчики, наоборот, уже в тему вошли и начинают лучше, как бы, ориентироваться, учиться, разбираться во всем. Становятся экспертами. И так далее. Не то, что женщина не может быть экспертом. Она может быть экспертом в сфере изведанного. То есть, она, как бы, хорошо понимает то, что ей, чего ее обучили. Поэтому для женщины крайне важно в ее жизни образование. И поэтому образованность, сама идея образования у женщин, она имеет колоссальное значение в их жизни. И они быстро усваивают материал, быстро его запоминают, быстро начинают применять в жизни. Мужчин, для мужчины опыт, самое важное. Не образование, а опыт. Им нужно включаться в жизнь активно. Вот, допустим, мужчина меня спрашивает, как мне найти свою работу. Я ему говорю, тебе не надо искать работу, тебе надо идти работать. Он говорит, ну а если мне там мало платят, мне неинтересно. Я говорю, все равно надо идти работать. Он говорит, ну зачем, зачем, объясните мне. Я ему объясняю, говорю, для того, чтобы тебе развиваться как личность. Потому что ты не можешь найти работу, значит, ты не развит. Когда мужчина действует, что-то делает, трудится, у него зреет разум в это время. И он становится очень практичным человеком. У него появляется возможность терпеть судьбу, терпеть работу, терпеть начальство. Чувствовать лучше свое тело, как у него работает психика там. Он лучше начинает ориентироваться во всем. И, допустим, мужчина года два-три на одном месте удерживается, терпит ситуацию. Ему становится очень глубоко и понятно, что ему делать дальше. А если он скачет с одной работы на другую, там не может три года на одном месте удержаться, он не может найти свое дело, никогда не найдет. Понимаете, я мужчинам даю такой совет. Кто из вас, мужчина, уже воспользуется? Три года на одном месте и стало легче, понятно. Есть такие? Вот, видите, все понятно. Работает система, понимаете? Нет, мужчина может сразу найти свое и быть там на одном месте. Ничего страшного, это нормально. Почему плохо? Вот это. Мы о работе сегодня будем говорить? Да, женщина полгода и скучно, потому что для женщины работа – это не главное в жизни. Поэтому она работает же для чего? Для счастья – это для нее развлечение, как бы она ни говорила. Для мужчины это вообще победа над собой, работа – это развитие. То есть для него работа – это жизнь. А для женщины это вот то, что она хочет развиться, хочет почувствовать счастье где-то, реализовать себя, раскрыться на работе, пообщаться с людьми, показать себя, поулыбаться всем, попить кофе вместе. Поразговаривать там. Для нее вот эта работа – это просто вот отдых для нее от личной жизни. А настоящая работа у женщины, там, где ответственность большая, где она не может уже оставить, не может убежать – это дом. Семья. То есть она там чувствует ответственность. Женщина домой приходит, она может отдохнуть дома. Если у нее семья, она приходит дома, что она отдыхает? Нет, она начинает там что-то делать, работа – это ее жизнь, работа дома. А на работе отдых. Ну, трудовой отдых, имеется в виду. Смена обстановки. И поэтому женщина, может, поработала здесь устала, пошла в другое место, поработала. Потому что она теряет интерес. Вот если она работает где-то и чувствует, что она все уже поняла, там, все ей уже все известно. Она не теряется стимула. Зачем мне здесь еще быть, если мне уже здесь неинтересно? Неинтересно. Зачем мне здесь быть? Потому что она для интереса работает, понимаете? Но я все здесь уже знаю, мне все скучно стало, неинтересно, пошла в другое место. И женщине Бог дает такую судьбу, что она легко находит к нам по себе работу всегда. Потому что она легко вступает с работодателями в контакт, она легко доказывает, что она специалист. То есть возможности устроиться на работу у женщин в десятки раз больше, чем у мужчин. Но она не может долго удержаться на месте, часто меняет работу, потому что она надоедает. Или они чувствуют, что ей эксплуатируют, уходят оттуда. И так далее. Такова природа женщины. Она подвижная природа с точки зрения деятельности, нестабильная. Некоторые остаются надолго на одной работе. И причина этому одна, что женщина стабилизировалась в личной жизни, у нее в семье как бы ценности семейные стали очень крепкими, и она спокойно ходит на работу и не парится. Потому что чаще всего женщина все равно разочаровывается как-то чуть-чуть в работе. Но она не парится уже. Вот есть работа, есть семья, и из-за работы не сильно как бы напрягаюсь. Вот работаю, работаю, все. Главная семья. И тогда она сохраняет себе работу женщины. Редактор субтитров А.Семкин